МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главная новость этого дня. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Борьба в поддавки. Чья бездеятельность позволяет адвокатам Януковича выдаивать из Украины миллионы? С мантии взятки негладки. Как нардепы наказали одесского стрелка-судью? В огне не горит. Выдумал или пережил покушение на себя нардеп Поросюк? Дух тушек бродит по парламенту, когда укомплектовывают коалицию. Одесский беглый стрелок в судейской мантии внезапно нашелся. И нигде-нибудь на трибуне Верховной Рады. На заседание парламента Алексей Буран пришел не с повинной, а с оправданиями. Пытался уверить народных избранниках в том, что перед законом чист. А с оружием в руках защищал свою семью. Попытку самоубийства судья, обвиняемый во взяточничестве, тоже отрицает. Говорит, порезался. А из больницы сбежал, потому что адвокатов к нему не допускали. Поверили ему или нет депутаты? Узнаете обязательно. Но прежде о том, где был Буран до парламентского пришествия. Ведь целый день все, и журналисты, и правоохранители, были уверены, его теперь днем с огнем не сыскать. Подробности тоже разыскивали прославившегося служителя Фемиды. Даже усадьбу его видели. Посмотрите теперь и вы. За считанные минуты эти кадры облетели интернет. Одесский судья Алексей Буран отстреливается от сотрудников НАБУ, которые пришли к нему с обыском домой, а потом и вовсе выпрыгивает из окна и сбегает. В случае невыполнения. Аккуратно! Вот эта улица, вот этот дом. Частный сектор в элитном районе Одессы. Хозяев нет на месте, а может просто не хотят общаться. Соседи же удивлены тем, что произошло. Не на камеру. Характеризуют судью Бурана с положительной стороны. Привет, собака. А что они можете сказать? Что он за человек? Привет, привет. Как же ты? Вот только думаю, так о судье не все. Пару лет назад одесситка Ольга Кустова пыталась взыскать долг с черных риэлторов, которые взяли с нее деньги, но не купили квартиру. Говорит, в Малиновский райсуд мошенники предоставили фальшивую расписку. Дескать, рассчитались с женщиной. Буран поверил. Я этих денег не получала. Но, тем не менее, Буран это признал. И в итоге я на улице. Он вынес абсолютно неправомерные решения. И это решение было куплено. Интересно, что в нынешнем скандальном деле о получении взятки речь также идет о взыскании долга. Задержан и посредник, который якобы передавал Бурану деньги. Проверяется причастность и других служителей Фемиды. А вот в Совете судей Украины сегодня уже крайне аккуратно комментируют скандал. Вчера уверялись, что Буран во время обыска пытался покончить жизнь самоубийством, вскрыв себе вены, теперь же, дескать, не хотят влиять на следствие. Но намекают. Сама судебская спільнота зацекала нас именно в том, чтобы при таких действиях было дотримано процессуальные нормы. Оскільки, если такие процессуальные нормы не будут дотриманы, то в будущем ни один доказ, который собран из порушения процессуальных норм, он не будет доказом. Сегодня утром на своей странице в Фейсбуке в НАБУ сообщили. Из больницы судья не бежал и где он находится, известно. Как же так получилось, что после обеда Буран оказался в Киеве, в Верховной Раде, в НАБУ не знают. Мы не имели права до решения, до надания дозвола Верховной Рады ни арештовывать его, ни брать его под вартою, ни затримывать его. Однако я вам уверена, что детективы антикоррупционного бюро действуют в рамках членного законодательства, и принудцово, они его привозили на заседание Верховной Рады. Отмечу, что помимо вымогательства и получения взятки, Бурану теперь, очевидно, также будут инкриминировать и сопротивление законному требованию правоохранителей. Андрей Анастасов, Ольга Клюева, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Подействовали или нет бурановские слезы на народных избранников? Спросим у Елены Зорина, она с нами на связи. Лена, приветствую, ты все видела. Скажи, удалось убедить в судье депутатов, что он белый и пушистый или нет? Да, Алексей, добрый вечер. Ну, обо всем по порядку расскажу сейчас. Вот детективы искали судью в Одессе, он оказался в Киеве, неожиданно материализовался прямо в здании парламента. Неожиданно для всех, замечу, здесь как раз вечером, рассматривали вопрос его неприкосновенности. Ну и вот, как встретили его нардепы. Судья был не в манте, а в белой рубашке, заметно волновался, сказал сразу, что пришел не доказывать свою невиновность, а рассказать, как все было, пожаловался, что на него осуществляется давление, что в больнице его приковали наручниками, что к нему не допускали адвокатов. Сказал, что, мол, он не самоубийца, но и была ли взятка. Говорил, что вот в СМИ показывали, что он взял все деньги полностью, на самом деле по документам брал частями. Но больше описывал произошедшее. Вот когда его пришли задерживать, подумал, что в квартиру ворвались вооруженные неизвестные. И вот версия судьи по поводу стрельбы. В моем пистолете не было пуль. Был один патрон, который я случайно выстрелил в кабинете, когда на тебя идут вооруженные люди. Те процессуальные документы, которые они составили, не составлены, это я уже сейчас узнал, не по тому адресу. Депутаты объяснения мне впечатлились. Практически единогласно проголосовали и за задержание, и за взятие под стражу. Но вот как судья оказался в здании парламента, для большинства избранников таки осталось загадкой. Мне казалось, что этот судья не совсем добровольно потрапил в помещение Верховной Ради. Ну, вы видели, что за ним сидели люди, которых я знаю в обличии, это люди из охраны Верховной Ради. Его выход из ложи уже контролировали. Сейчас по процедуре он приехал, и он тут выступил. Но знаете, что я бы хотел слышать? Я хотел бы слышать покаяние. Из зала заседания судью уже сопровождали трое людей в штатском. Один в куртке, двое в костюмах. Ну, а на выходе его уже встречали люди в бронежилетах. Это сотрудники Национального антикоррупционного бюро. И тут же судью задержали. Ну, и вот, собственно, сейчас судьбу судьи будет решать суд. Алексей, вот такие новости. Да уж, действительно, это все очень похоже на покаяние по принуждению. Но кому тогда это было выгодно? Наверное, подробностям все же придется разобраться и в этой истории. Но это будет уже в следующих выпусках. Пока, Лена, спасибо. Елена Зорина была с нами на связи из-под парламента. Мы продолжим. Миллионы для семьи Януковича. Европейский суд обязал Украину выплатить юристам беглеца компенсацию за неучастие в санкционных спорах. Это подробностям подтвердил пресс-секретарь Евросуда Балаш Лихоцкий. Документ принят судом почти год назад, но вот известно о нем стало только сейчас. Напомню, после того, как в 2014-м Совет ЕС применил к Януковичу и его окружению имущественные санкции, экс-чиновники решили их обжаловать. В процесс в качестве третьего лица вмешалась Украина, а именно Министерство юстиции. Представительство в иностранных судах должно согласовываться с МИДом и ГПУ. Но Минюст этого не сделал и поэтому от участия в судебном процессе отказался. Отказ повлек санкции для Украины. Европейский суд обязал Киев выплатить деньги защитникам ИСЦов, то есть представителям режима Януковича. О какой сумме идет речь? Звучат разные версии. По одной из них это более 6 миллионов гривен. В европейском суде точную цифру не называют, мол, это известно Минюсту и адвокатам Януковича, но утверждают, что да, деньги немалые. Заявка о вмешательстве в дело Януковича против Совета ЕС потом была отозвана Украиной. И расходы по отзыву заявки о вмешательстве в дело должна оплатить Украина. Но у нас нет определенной суммы в приказе. Суд постановил, что Украина должна возместить свои расходы и расходы заявителя, которым является господин Янукович. Это могут быть гонорары его юристов, которые подготовили ответ на заявку Украины о вмешательстве. Если Украина и Янукович не придут к согласию по вопросу суммы, которая должна быть выплачена, это дело могут вынести на рассмотрение европейского суда, который примет решение о конкретной сумме. Но даже после заявления Евросуда чиновников украинского Минюста, как с гуся вода, долг они в упор не признают. Ранее эту информацию там опровергали. Хотя и признавали, что два года назад Украина действительно подавала ходатайство в суд ЕС о вступлении в дело. И, мол, благодаря этому санкции с бывших чиновников не сняты. Открытым остается вопрос, почему Минюст, зная о существующем долге, ведь решению уже год не предпринимал никаких действий. Возможно, забыл туда отправить документы. Такое уже случалось, напомню, с ведомством. Вспомните только историю с Венецианской комиссией. Ну, а пока украинские чиновники то забывают, то вспоминают о сбежавших попередниках, те свое дело знают. Продолжают в изгнании отбеливать себя и поливать грязью Украину. Последний пример. Беглый министр внутренних дел Виталий Захарченко в Москве представил книгу «Кровавый Майдан. Преступление века». Обратите внимание, весьма символичное название для своего труда выбрал один из главных виновников тех трагических событий и избиения студентов и гибели активистов. Живет Захарченко, судя по всему, с размахом. На презентации своего творения появился в окружении не менее 10 охранников. Без дела тоже не сидит. Заявил, что работает экспертом в комитете Госдумы по вопросам собственности. Напомню, год назад свои мемуары вывалил на публику и беглый премьер-министр Николай Азаров в книге «Украина на перепутье». Он рассказывал о своей семье, премьерстве и, как сам утверждает, разноклассия к Сенуковичам во времена Майдана. Мощный взрыв в центре Киева. Накануне вечером неизвестные бросили взрывчатку в припаркованный автомобиль. И тут же нардеп Поросюк заявил, что мишенью преступников был он. И атаковали его автомобиль. Пока правоохранители разбирались, возникло несколько вопросов. И к неизвестным подрывникам, и к объявившему себя жертвой депутату. Например, о меткости злоумышленников. Ведь пострадали несколько машин. Даже дерево вывернуло с корнем. Остался целым только автомобиль Поросюка, которого у него нет. Если верить, им же заполнены декларации. Анна Каменева искала все ответы. Сильный, наверное, если я на 14 этаже услышала его. Ночью я слышал взрыв. Хотя я вот спал, но я быстро, знаете, так среагировал. У меня квартира на ту сторону. Сегодня утром смотрю, там вот рябина уже лежит сломанная. Кроме дерева, от осколков пострадали 5 машин. А вот нардепа Поросюка и его авто не зацепило. В больницу он, правда, отправился. А на сегодняшнее заседание Рады нет. Сестра говорит, сейчас он в стрессовом состоянии дома. Мы его перевезли из лекарства домой. Он в таком же состоянии стресса, скажем, перебивает. И он такой постшоковый, на певный стан. В полиции не озвучивают версии, кто мог покушаться на Поросюка, да и вообще, была ли это граната. Но уголовное производство, как и полагается в таких случаях, открыли. Санкция этой статьи предпочитает от 10 до 15 лет позбавления воли або до вечного вязания. Версии озвучивают коллеги, нардепы и криминологи. Вадим Денисенко на странице Фейсбука предположил, чья-то месть не исключена, как и самопиар. Сомневается, что это было настоящее покушение и юрист. Когда убийство планируется засталегить, люди, которые профессионально занимаются злочинной деятельностью, обычно они достигают своей меты с первого раза и используют совсем другую оружие. То есть, использование гранаты уже свидетельствует о том, что это были люди-непрофессионалы. Сам Поросюк ни на камеру, ни по телефону никаких комментариев не дает. А ближе к вечеру в Фейсбуке написал, доказывать ничего не собирается. Поведал о сонме врагов и пофилософствовал о жизни и смерти. Правда, откуда у него хорошая иномарка и квартира в центре столицы не сообщил. Как рассказал нам сосед Поросюка, живет нардеп на Печерске уже несколько месяцев и ездит на разных машинах. Где-то полгода точно, по-моему, живет. То его привозят, то на Суперби он там приезжал. На Шкоде Суперби, я вот видел, что он по вас приезжал. Ага, а эту машину часто видите? Нет, не часто. Он вынимает там житло. Эта машина наша работа Киев. Снять квартиру в этом доме стоит около 15 тысяч гривен. Поросюк, как депутат, каждый месяц получает компенсацию от государства. Это есть на сайте парламента. Правда, сумма не указана. Примечательна и история с автомобилем. До того, как стать депутатом, Поросюк был гол как сокол. В декларации за 13-й год написал, что ничего не заработал, и машины ни у него, ни у его семьи не было. В 14-м у родителей появился Мерседес, который в прошлом году снова исчез из декларации. Но вот самого Поросюка не раз видели в трех других машинах. Шкоде, Форде и вот Субару. Однако ни одну из них он так и не задекларировал. Анна Каменева, Ольга Теребинская, Максим Чеплин, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Ищем тушек в Раде на вес золота вне фракционные нардепы. Кого мытьем, кого катаньем уговаривают примкнуть к тому, что потом назовут большинством. Кто из избранников согласился, кто отказался, подробнее Екатерина Лысенко. Создание новой коалиции и сегодня продолжают только анонсировать. Парламентский зал опять полупустой. Главы фракций на очередном раунде переговоров. Блок Порошенко активно ищет способы расшириться, добрав во фракцию нардепов. Однако за два дня прибыли всего трое. Последний из примкнувших уверяет, пошел по зову сердца. Не за деньги. Я хоронил людей за то, чтобы не брали политики грошей. Это невозможно. И, пожалуйста, не допустим. В двух фракциях и БПП и Народном фронте избегают слова тушка. Дескать, депутаты к ним идут по доброй воле. Хотя потенциальные коалицианты, даже Батьковщина, слов не подбирают. Раньше Арсений Петрович Яценюк, Юрий Витальевич Луценко, раньше такие сами процессы называли тушкуванием. Если идеалы Майдана, это формирование коалиции тушками и продолжение грабить украинский народ, то Батьковщина точно в этом принимать участие не будет. И в той же Батьковщине говорят, переговоры с ними поутихли. У меня такое ощущение, что наши телефоны то разрываются от телефонных звонков наших переговорников, то, наоборот, мовчат эти телефоны. В зависимости от того, как лунают с трибуны сессии черговые заявки про вступы в фракцию блоку Петра Порошенко или теперь уже в фракцию Народного фронта. В обед блок Порошенко попытался привлечь на свою сторону и самопомощь, отправившись на совместное заседание. Самопомощь выявила, скажем, желание поспілкуваться. И, возможно, что эта встреча закончится еще одним членом коалиции. Но по итогам самопомощь снова дала заднюю. Мы готовы поддерживать и укласти угоду с коалицией, что мы поддерживаем премьер-министра и уряд своим голосованием, тем самым возьмем ответственность за это. Но в уряд не выйдем и остаемся в оппозиции. А в результате ВОЗ и ныне там. Нужного количества нардепов блок Порошенко сегодня не добрал. Народный фронт лишь наблюдает за процессом, а БПП не теряет надежду. За дня на день фракцию окомплектуют. Мені це нагадує палаючий будинок, який треба негайно припинити пожежу. Два кремезних чоловіки взяли шланг з водою і готові його затушити. На вентилі сидить дуже симпатична жінка і каже, я його прокручу тільки тоді, коли ви проголосуєте за такі-то закони. А з боку стоїть дуже симпатичний молодий чоловік, каже, я дуже погоджую ваші дії, тушить не буду, але коли погасите, я буду допомагати розставлять меблі. Так приблизно відбувається весняне політичне загостення. Но до нужного 226 осталось набрать несколько нардепов. Залишилося, я так розумію, ще 4 депутата, для того, щоб було 226. Проводять інтенсивні розмови, я не буду приховувати. Проводили і з нашою групою народний контроль, який є теж поза фракційними, заступши в п'ятницю. Ми категорично відмовилися, тому що не розуміємо, чим принципово ця нова коаліція, яка буде висувати і прем'єра, і міністрів, буде відрізнятися від того складу уряду. Коаліція тушек і лузерів, сегодня опять нічого не робить. Ми з вами опять получимо 1 числа платіжки. 9 недель вони нам розповіють, що у них готове правительство, кожні 2 часа вони виступають. На самом деле ми з вами рассчитуємося, ми з вами рассчитуємося за бездіятельність цього парламента, за бездіятельність цього правительства. В тому же блокі Порошенко уверяют, якщо з нефракційними, сьогодні-завтра не договоряться, придеться відказатися від идеї, що-то создавати. Для нас сьогодні найважливішим питанням є створення коаліції більшості. Якщо у нас є можливість, і ми вичерпаємо всі свої можливості, для того, щоб створити, і вони без результату будуть, то у нас єдиний шлях – це йти на перевибори. У нас позиція не змінилась, ми не видим виходу з цього політичного кризиса, крім як проведення внеочередних парламентських виборів. Причому хочу напомнить, що в 2014 році також проходили внеочередні парламентські вибори. Через два роки після виборів 2012 року нічого страшного не відбувалося. І ті, хто сьогодні говорять о якому-то розколі господарстві, о розвале, о каких-то страшних вещах, які можуть бути во время виборів, на самом деле не прави, поскольку вибори – це свого роду чистилища, це свого роду мнення людей о тому, як отработали політики. На моральні депутати готовяться не тільки к перевыборам, но і к совместительству. Сьогодні в Раді собирали підписи під законопроектом, который позволить нардепам совміщати роботу в парламенті і в правительстві. Очевидно, на случай, щоб, якщо уволити з міністерства, можна було повернутися в Раду. К слову, автор идеї на двох стульях сразу – радикал Олег Ляшко. І вот, що думають о судьбі будущей коаліції «Політологи». Це вже наша парламентська традиція. Меняється парламент, менюється власть, режим, проходять революції, а як-то без тушек обійтись не можуть. Те, в чому оппозиція в своє время обвиняла Януковича і його команду, фактично то же саме на себе не демонстрирують, прийняв к власть. Дві політичні сили, які сьогодні создають коаліцію, пітається создають коаліцію, мають разні інтереси, абсолютно разні інтереси і взаємно не доверяють друг другу, і значально не доверяють друг другу. Цівпали в тому, що обе політичні сили бояться перевыбору. В даній ситуація заговор обречённих, фактично, заставляє їх держатися в місті, искати пути, сохранити коаліцію. Але будущее коаліція при таких розкладах, при вот цьому внутрім недоверію і вот цьому внутрім напрямі, вона все одно буде недолговечна, вона буде скандальна, вона буде постійно демонструвати боротьбу амбіцій, склоки, а не конструктивну роботу. Ситуація може зайти так глубоко, що перевыбори стануть єдинним возможним варіантом виходу з ситуації. Зараз дуже важливо, щоб новостворена коаліція і уряд, особливо уряд, дуже чітко зуміли пояснити, в чому саме буде результат, коли цей результат буде очевидний людям і яким чином люди відчують те, що ситуація покращилась, порівняно з тим, що зараз. От якщо відповідь буде на ці питання, тоді в цій коаліції принаймні буде шанс дожити до чергових виборів. Якщо ні, то будуть дочасні вибори. Мир прекрасно видит і понимає, що у нас відбувається парламентський кризис в Україні, активно обсуждають експерты і журналисты на страницах западних СМІ. К примеру, американське издання «Блумберг» пишет о том, що блок Петра Порошенко пытається заманить в коалицію независимых законодателей і положить конец на їх худшому кризису последніх двух лет. Голос Америки отмечає, українські депутати ныне находяться под сильным давлением, ведь очень большой риск новых выборов і не получення очередного транша кредита от МВФ. А австрийські журналисты і здання «Вінерцайтунг» отметили, що вместо реформ Україна займається реставрацією. В МВФ от України все також ожидають реформ і ще нових тарифів. Постоянний представитель фонда в Україні Жером Ваше напомнил, українське правительство должно було вже принять решення о повышенні цен на газ с 1 апреля. Але поки цього не зробило, хоча таке условие було в одному із пунктів підписанного меморандума між Україною і МВФ. Більшість отечественних і іностранних компаній, роботаючих в Україні, за последні два года не увидели реальні боротьби з корупцією. Таковы результаты опроса Американської торгової палати. При этом треті опрошених фирм сомневається, що нові антикорупційні органі будуть більші эффективні. Чуть менше все-таки возлагають на них надежду. Представители почти всех компаний утверждають, у них требовали взятки за принятие или ускорение решений, а от половины опрошенных фирм откат за выигрыш в тендерах по госзакупке. В эти минуты президент Петр Порошенко встречается с американским вице-президентом Джо Байденом. О чём говорят, знає мой коллега Дмитрий Анопченко. Он сейчас с нами на прямой связи из Вашингтона. Дима, рад тебя приветствовать. Скажи, пожалуйста, как встретил Байден, а его называют правой рукой Обамы, Петра Порошенко? Ведь нашему президенту угрожали чуть ли не холодным душем, который его ждёт в Америке. Прошу. Лёш, ну на самом деле никакого холодного душа. Дело в том, что встреча началась где-то за 15 минут до выпуска в 7.45 по киевскому времени. Как она проходит, у меня была возможность видеть лично. Ну вот своими глазами видел Порошенко и Байдена, на котором... Нет у нас связи, да? Хорошо. Если небольшие технические неполадки, если нам удастся восстановить связь с Вашингтоном, мы обязательно вернёмся к разговору с моим коллегой Дмитрием Анопченко. Восстановилась связь. Дима, мы продолжаем тебя внимательно слушать. Прошу. Да, Лёш, ну, видимо, технические неполадки, за них должен принести извинения. Окей, не знаю, что было слышно, расскажу сначала. Итак, мы только что вернулись буквально со встречи Байдена-Порошенко. У меня была возможность находиться в зале, всё видеть своими глазами в начале встречи. Так что хочу сказать, что никакого холодного душа, никакой холодности, которую прогнозировали в связи с украинским политическим кризисом, по крайней мере, внешне. Оба политика были дружны, дружны, улыбались, шутили, долго пожимали руки. Ну, и важно сказать, что их встреча проходит не в такой камерной обстановке, а проходит за ланчем. Длится она будет час, минут сорок ещё вот с этого момента. И я спросил людей из аппарата Байдена, ну, о чём будут говорить президент и вице-президент. Сказали мне, что из этого часа минут тридцать потратят на обсуждение внутренней ситуации в Украине. Америка очень беспокоена отсутствием коалиции, Америка очень беспокоена тем, что нового премьера так и не назначили. Ну, и вот Пётр Порошенко будет заверять Америку в том, что до конца этой недели ситуация должна наладиться, решиться, по крайней мере, говорил он об этом вчера и в Конгрессе. Ещё одна очень важная тема, её поднимут в ходе этого ланча, это урегулирование на Донбассе. И вот тут есть очень важный месседж, я прошу обратить на него внимание. Как признались мне источники в украинской делегации, сюда, в Вашингтон, Пётр Порошенко прибыл с новым и очень важным предложением. Он предлагает, чтобы до, после и в процессе проведения выборов на Донбассе ситуацию координировала международная полицейская миссия. И вот наличие этой миссии Украина называет одним из трёх самых важных условий для проведения выборов. А то, что выборы на Донбассе нужно проводить, то, что минским договорённостям альтернативы нет, президент признал и сегодня во время встреч, и во время вчерашнего выступления в Конгрессе. Вот что он сказал. Украина продолжает быть приверженной реализации минских договорённостей в полной мере. Это единственный вариант для мирного урегулирования, который существует сегодня. Мы заинтересованы в том, чтобы разблокировать политический процесс и провести местные выборы на Донбассе. О минских договорённостях президент говорил и сегодня утром. С украинской диаспорой он начал этот день с возложения цветов к монументу Голдомору. И вот там к нему подходили руки. Люди просто пожимали руки и спрашивали, но как вы намерены урегулировать ситуацию на Донбассе? Выступаете ли вы за то, в частности, чтобы разорвать депотношения с Россией? Президент сказал, что разрыв депотношений с Россией невозможен. Ну вот прямая цитата, что Рада такой закон не примет. Ну а ещё, говоря об урегулировании Донбасса, президент сказал, что по его мнению минскому процессу, ну и в частности проведению выборов, урегулированию альтернативы нет. И ещё одна цитата от президента. Он считает, что всё это можно решить ещё до конца президентства Обамы. То есть ситуация на Донбассе может быть урегулирована до конца этого года. Алексей. Спасибо, Дим. Спасибо за информацию. Это был Дмитрий Ановченко из Вашингтона с самыми последними новостями о ходе визита украинского президента в США. Шпионский скандал в Москве. Кого намерены депортировать из России по обвинению в дестабилизации обстановки? Почему ФСБ не настаивает на открытии уголовного дела? И какое отношение задержанный имеет к украинской службе безопасности? С подробностями Данил Русаков. Это остросюжетная история с участием гражданина Украины, которого местные СМИ настойчиво предлагают называть шпионом. Юрий Иванченко по утверждению ФСБ сотрудник директора контрразведки Центрального аппарата Службы безопасности Украины. В России приехал к родственникам, но как следует из пресс-релиза пытался дестабилизировать обстановку в российских спецслужбах по заданию самого ЦРУ. Теперь Юрия Иванченко намерены депортировать. Уголовного дела и ареста ФСБ добиваться не собирается. Причина ущерб нанести не успел. Ближе к вечеру представитель Лубянки сообщил, что срок депортации ему неизвестен. Подробности поимки Иванченко раскрывать тоже не стали. Прокомментировали ситуацию и в СБУ. Он несанкционированно поехал на территорию России. Еще, если не помниться, в травме 2014-го в нём был скасован допуск до государственной тейминии. И с конца 2015-го он перебывал в распоряжении. Он написал рапорт на выезд. Этот рапорт был непогоджен. И он поехал несанкционирован. Для российского медиапространства новости за разряда такого раньше не было. Видео, на котором запечатлён допрос сотрудника СБУ, крутят весь день. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканалы Интер. Очередное обострение под Мариуполем. С самого утра боевики из миномётов и САУ обстреливают наши позиции в районе Гнутого Толоковки. Одновременно с этим противник начал активно вести разведку и в районе посёлка Гранитное. А там почти месяц уже не было боёв. Об этом подробнее расскажет наш военкор Станислав Кухарчук. Это посёлок Гранитное. Ещё вчера оказалось, он уже живёт мирной жизнью. Боёв здесь не было почти месяц. Даже военные на передовых позициях снова научились ходить в полный рост. Но это было вчера. Тут ранчей рядом. Тобто, я ещё сразу обстрелил, можно сразу проехать. Минувшей ночью боевики накрыли эту позицию шквальным огнём. Били прицельно и в основном из крупнокалиберных пулемётов и гранатомётов. Расстояние позволяет. Их укрепление как раз за речкой Кальмиус. К счастью, пострадавших среди наших бойцов нет. Ребята вовремя стали стрелять в ответ. Командир опорного пункта проверяет свой гранатомёт. Это единственная артиллерия, которая есть на позициях. С его помощью прикрывали бойцов с левого фланга. После десятка выпущенных гранат боевики просто не решились атаковать. В штабе бригады говорят, вчерашний обстрел не что иное, как разведка боем. В соседние Тельманово боевики стянули свежие силы и технику. А значит, к чему-то готовятся. Есть информация, что пророссийский банк формования в Тельманово, который находится 10 километров сверху, стягнули около двух батарей Д-30, танкового рота и больше 20 БМП. Фактически полноценная батальонно-тактичная группа. Ситуация обострилась не только под Гранитным. Со вчерашнего вечера боевики из крупнокалиберной артиллерии начали обстреливать позиции в районе Гнутого Толоковки. Только за сегодняшний день там 12 обстрелов из 120-миллиметровых САУ. Боевики оборудовали огневые позиции непосредственно в жилых строениях между домами. То есть представители миссии АБСЕ не фиксируют их. Они проезжают по улице и не замечают то, что находится непосредственно во дворах. В случае, если обстрелы будут продолжаться, командование группировки планирует закрыть все пункты пропуска в районе Новотроицкого и поселка Пищевик, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Николай Кендратенко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Бельгия переживает посттеррористическую охоту на ведьм. Напуганные последними атаками граждане просто обрывают горячие линии. И ждут от правоохранителей первых результатов расследования взрывов, потрясших Брюссель на прошлой неделе. Есть ли что ответить полиции, знает София Гордиенко. Шаг вперед и два назад. Бельгийские полицейские задерживают всех подозрительных личностей, проводят рейды, вот как сегодня в лесу у французской границы. Горожане после теракта не стесняются звонить на горячую линию, завидев любого небритого мужчину с подозрительным чемоданом. Большинство задержанных отпускают. К сожалению, третьего подозреваемого в терактах человека в Панаме из аэропорта, несмотря на 51 звонок, в полицию найти пока не удалось. Тем временем, впервые за действие джихадистов могут ответить бельгийские власти в суде. Адвокат, жертв парижских терактов, Массия Мактуф приехал в Бельгию, чтобы подать иск против Филиппа Муро, это бургомистр того самого печально знаменитого Моленбека. Бургомистр в Брюсселе это должность избираемая. И Мессия Муро не раз обвиняли в том, что он в обмен на голоса разрешал Моленбеке все. Мессия Муро руководил коммуной Моленбека 20 лет, и он несет моральную и политическую ответственность. И очень важно, чтобы он объяснил, как мог закрывать глаза на все ради популизма и переизбрания. А бельгийские власти в рамках борьбы с радикализацией решили обязать каждого нового прибывшего мигранта подписывать документ. Это своеобразная декларация, где он обязуется принимать правила, законы и ценности Бельгии при проживании здесь. Как это поможет вернуть тому же Моленбеку правила и ценности Европы, непонятно. Ведь многие десятилетиями живущие здесь под европейскими ценностями не подписывались и бельгийский закон, судя по терактам, задержаниям и даже тому же противодействию полиции им не писан. София Гордиенко, Василий Трешковский, подробности, телеканал Интер, Бельгия, Брюссель. Очень напуганы не только граждане Бельгии. ИГИЛ назвала новую цель. Это Германия и угрожает терактами, подобными брюссельским. Реально ли угроза и сколько терактов уже удалось предотвратить немецким силовикам, выясняла Татьяна Лагунова. Аэропорт Кёльн-Бонн в дыму и охваченный огнем офис канцлера Ангела Меркель в Берлине. На фоне горящих зданий джихадисты, ИГИЛ в камуфляже и надписи на немецком. Ты тоже можешь сделать то, что сделали твои братья в Бельгии. И Германия поле боя. Такие пугающие картинки боевики ИГИЛ выложили в социальных сетях, намекая Германия следующая мишень. Немецкие силовики уже заявили, воспринимают угрозы более чем серьезно. Сейчас фотомонтаж от ИГИЛ изучают специалисты, чтобы понять, насколько высока опасность. Но на всякий случай меры безопасности и в аэропорт Кёльна и в канцлерамте ужесточены. Тем временем глава федерального ведомства информацию в интервью немецким журналистам Хольгер Мюнх рассказал. За последние 15 лет силовики предотвратили 11 масштабных терактов на территории Германии. И все благодаря слаженной работе спецслужб. Но вот детали кто, где и что планировал взорвать Мюнх не рассказал. По его словам вероятность терактов в Германии сейчас очень высока. На заметке у силовиков почти полтысячи потенциальных террористов, которые могут планировать атаки. Особенно внимательно спецслужбы следят за немцами, которые прошли подготовку в лагерях ИГИЛ в Сирии и Ираке и вернулись в Германию. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Массовые стычки с полицией во Франции. По всей стране проходят многотысячные забастовки против реформы трудового законодательства. Среди прочего она предполагает увеличение продолжительности рабочего дня и упрощение процедуры увольнения. Протестуют против этого все от школьников до госслужащих. Ученики заблокировали около 50 школ в Париже. Студенты на марше забросали полицию яйцами, мукой, фаерами, коктейлями Молотова, бутылками с краской. Правоохранители отвечали слезоточивым газом. Во многих городах манифестанты перекрывают дороги, так что повсюду заторы. Из-за маршей протеста отменили десятки маршрутов автобусов, трамваев, не работают больницы, не издаются газеты. Даже сотрудники Эфелевой башни ушли на стачку и закрыли достопримечательность. Продолжим подробности. Вот что вы узнаете из второй части программы, но после короткой паузы. Бьет и гуляет полиция. В столице капитан патрульной службы устроил дебош с оружием. Деньги на жилье для военных. Как Минобороны накупила втридорога проблемные квартиры в Днепропетровске. Давида Сакварелидзе вызвали на допрос. В ГПУ ждут объяснений от бывшего заместителя генпрокурора по делу так называемых американских миллионов. Вызывают пока как свидетель. Речь идет о финансовой помощи правительства США на реформирование ведомства. Сегодня Сакварелидзе вручили повестку. Сам бывший прокурор пообещал завтра днем явиться к следователю. Обычно международные доноры американская сторона, Евросоюз, британское посольство обычно работают через доверенных организаций и через них только осуществляют финансовую допомогу. Напрямую насчет генеральной прокуратуры, которая должна быть предусмотрена бюджетом прокуратуры, такие деньги никто не перечисляет. Криминальное проважение расследуется за фактом возможного незаконного использования и завладения грошовыми грошами в сумме близко 2 миллионов долларов США, которые выделялись урядом США на реформирование органов прокуратуры. А под бывшим одесским офисом Сакварелидзе сегодня шины, канистры с бензином и палатки. Это местные активисты вышли на акцию протеста. Говорят, пришли сказать нет новому прокурору области Николаю Стоянову. Он занял пост после увольнения Сакварелидзе. Пикетчики обвиняют Стоянова в коррупции и дают срок до завтрашнего вечера уйти самостоятельно. Мотивы же самих пикетчиков нам прокомментировали в ГПУ. Акцию организовали приближники Сакварелидзе и Саакашвили снова пытаясь стягнуть прокуратуру в политику, снова пытаясь развалить государство в Украине. Людина на самом деле поновлена на посаде решением суду, действующий прокурор Отещины. Не призначенный, а поновленный решением суду. Поэтому любых вопросов до Генеральной прокуратуры будто аж не яд не можешь. Пьяный дебош капитана полиции. В центре Киева сотрудник правоохранительных органов устроил стрельбу и ради забавы снимал номера с автомобилей. Обстоятельства произошедшего выяснял Егор Логинов. Накануне около 11 часов вечера жители пятиэтажки по бульвару Дружбы народов позвонили в полицию. Сообщали о стрельбе и жаловались на пьяную компанию, которая шумела и дебоширила под их окнами. Прибывшие патрульные задержали двоих. Один из них предъявил удостоверение капитана полиции и признался стрелял именно он. У молодого человека, который предъявил удостоверение сотрудника милиции был выявлен предмет похожий на пистолет, каким оказался потом травматический пистолет системы ВИИ, который не отрицал, что он использовал его для того, чтобы отогнать свору бродячих псов. Во время осмотра патрульные обнаружили два автомобиля без номеров, которые лежали рядом. По словам свидетелей происшествия, их открутили те самые дебоширы. Оружие у вас есть с собой? Конечно. Какое? Примет Максим за спиной. Что за номера? Не знаю, первый раз вижу. А есть свидетели, которые говорят, что вы сняли их приведение по свидетелям? Сергей не просто свидетель. Он один из двух владельцев автомобилей, у которых сняли номера. О том, что происходит, ему рассказал друг по телефону. Сергей выбежал на улицу и увидел, как пьяные мужчины снимают знаки госрегистрации с его машины. Эти пьяные милиционеры, которые пришли, они решили так пошутить. Шутка милиционера, который решил пошутить, при этом сделал выстрел еще во дворе. То, что сотрудник полиции и его друзья понесут наказание, Сергей не верит. Утверждает, дебоширов отпустили еще вчера ночью. Оперативная следственная группа его забрала в Печерское РОВД, как я слышал, это было все при мне. И потом человек вышел оттуда вот именно этот, который из этих милиций, ты на меня написал заявление, что я у тебя номера снял. В столичном главке полиции нам сообщили, причастен ли их сотрудник к ночному дебошу, проверяют. На сегодняшний проводится служебная проверка. Главное управление национальной полиции в Киеве дотримается принциповой позиции. Люди, которые порушивают закон, не имеют морального права служить в правоохранных органах. Что делать с разрушивавшимся полицейским, будут решать уже после служебной проверки. Где находится капитан сейчас, полиции не говорят. Егор Логинов, Вячеслав Фролов, подробности в телеканал Интер. Глава «Щатбанка» Андрей Пышный, подавший суд на якобы оклеветавших его журналистов, не явился на судебное заседание, а его адвокаты оказались не готовы к рассмотрению дела, сообщает об этом издание «Украинские новыны». Напомню, журналисты опубликовали материал о полете топ-менеджмента «Щатбанка» на футбольный матч в Варшаву в мае прошлого года. Как удалось установить, чартерный дорогостоящий перелет оплатили со счетов Госбанка, то есть из казны. В МВД тогда открыли дело, однако вскоре почему-то закрыли. В самом «Щатбанке» это назвали клеветой и подали на СМИ в суд. Бессрочная блокада основных украинских магистралей и международных дорог. Сегодня к зданию Кабмина съехались работники областных автодоров и профсоюзов из разных регионов страны. Требовали встречи с премьером, уже четвертый месяц им не платят зарплату, хотели ему об этом рассказать, но Яценюк дорожникам так и не вышел. Тогда протестующие выдвинули ультиматум или людям выплачивают долги по зарплате или с завтрашнего дня они начинают подготовку к масштабному перекрытию всех основных крупных украинских дорог. Потому что уже терпец они мои. У меня двое детей. Меня чем кормить? Я четыре месяца не получаю заработные Мы приняли решение в разе невиконания вимог армия автодорожников по всей стране, а это надзвичайно великая армия людей праи, перекрывает все центральные дороги по всей стране. Причем мы не будем это делать как отдельные общественные организации на 15-20 минут. Мы это сделаем так, что парализируем всю страну. Сотни снарядов запрещенного калибра боевики сегодня утром выпустили по селу Зайцева. По предварительным данным среди местных жителей никто не пострадал. Артиллерийский огонь наемники открыли в 6 утра, а днем продолжили обстрелы. Подробнее наш военкор Ирина Баглай. Еще вчера в этом дворе села Зайцево был колодец после утреннего обстрела. Сюда попал снаряд 122-мм калибра и теперь осталась вот такая воронка. Их по всему селу больше 200. Бить по селу со стороны Горловки боевики начали на рассвете и почти два часа вели огонь из ствольной артиллерии и минометов одновременно. При такой канонаде расслышать звук мин и уберечься от осколков практически невозможно. Это 120, да? Да, это 120. Мы думали, что 80-ка. Ну, какого звука мы не слышали вообще. Мы слышали звук механический от того, что падало. Ну, где-то такая вот размер у меня не получается. Огонь ведется. По Минским угодам нам открывать огонь нельзя. Даже если хочется. Очень сильно. Вот как-то так. Вот дом, видите, по этой стороне. И вот дома здесь. То есть, как говорится, здесь, слава Богу, обошлось бежать. Местные жители находят укрытие в подвалах. Последнее время из них практически не выходят. Бьют боевики прицельно. В этот раз разрушили шесть домов. Военные не исключают. В самом селе находился корректировщик вражеской артиллерии. Артиллерия работала по нашим позициям противника. 122-е, 152-е, минометы 120-е. За правила они взяли работать или поздно вечером, или рано утром. Бьют прицельно. С приездом представителей миссии ОБСЕ в селе внезапно стало тихо. Наблюдатели осмотрели воронки, сделали замеры и уехали. Уже к вечеру обстрелы возобновились. Ирина Баглая, Александр Данилов, Николай Терещенко из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Забота о военных с нулевым результатом, правда. Минобороны потратила миллионы на пять квартир для военных Днепропетровска. Дом выбирали новый. Вот только уже год, как вести в эксплуатацию, его не могут. А кому это было выгодно, поясняла Наталья Грищенко. Новострой на окраине Днепропетровска. Дом, красавец и снаружи, и внутри. Вот только юридически его нет, говорят жильцы. И узнали они об этом уже после того, как заселились. Он только есть по бумагам договоров купли-продажи на квартиры. А в остальных бумагах ЖЭКовских и ГАЗ? Нет. Дом не числится ни на чьем балансе. В эксплуатацию введены только отдельно квартиры, а коммунальные услуги жильцы получают по временным договорам компенсации. Каково же было удивление людей, когда они узнали, квадратный метр в их проблемном новострое купила Минобороны. Пять квартир за три миллиона гривен. Это военные квартиры. Да, но тут их пять семей. Впрочем, квартиры пока пустуют, военные не спешат сюда въезжать. В архитектурно-строительные инспекции говорят, ввести дом в эксплуатацию невозможно. Он строился по липовым документам. Проектная документация была разработана на девятиэтажный дом. Построен был пятиэтажный дом с мансардой. Главный архитектор проекта нам дал пояснение о том, что он этот проект не заработал. Документы были подроблены и не отвечали действиям. Скандал разгорелся с новой силой, когда в военной прокуратуре подсчитали, цена за один квадратный метр и это на окраине составила более десяти тысяч гривен. Завышенная, то есть по такой цене продавались летом прошлого года на этапе первичной застройки квартиры в центре. Застройщики напротив уверяют, и цена, и тем более документы в порядке. То, что мы проиграли два суда, было скасовано незаконной декларацией. То, что это декларация на готовность дома, это не говорит абсолютно ни о чем. Свидетельство на право властности не было аннулировано. В Минобороны тоже считают все законно. Если проблемы и есть, то повинят днепропетровских чиновников. Нотариально подтверждена закупивля, что властником этих квартир есть Министерство обороны. Минобороны отменили свои решения по принятию будинка в эксплуатацию. Но в военной прокуратуре настаивают. Это незаконный самострой. И на момент проведения тендера на покупку квартир Минобороны об этом было известно. На литку 2015 у нас были все данные про то, что данный объект не отвечает стандартам и соответствующим нормам юридического права на подальше проживание, оформление права властности на эти будни никто не может иметь права. Военная прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением чиновниками Минобороны. Теперь будут выяснять, кто именно допустил фирму к тендеру. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер Днепропетровск. Децентрализация в действии. Ирпень первый город в Киевской области, получивший расширенные права в строительной сфере. Сегодня в городском центре административных услуг открылась новая служба архитектурно-строительная инспекция. Разрешение на строительство или другие документы, за которыми жителям Ирпеня приходилось ездить в Киев, теперь можно будет получить на месте. Новая структура вместе с местной общественностью будет полностью контролировать, кто и что строит в их городе. С разрешительной документацией на любые работы все желающие смогут ознакомиться на сайте Горсовета. Людина приходит, как мы видели, сюда, отримает тут, сдает тут все документы и тут их отримает. То есть не требует ехать ни в Киев, никуда. Также новая функция это контроль за новобудовами, а также за будовами, которые, как мы называем, проблемными. Поэтому мы ожидаем уже в ближний час, что проблемных и незаконных забудов станет набагато меньше. Первые три месяца все смотрели, как оно пойдет, а сейчас есть очень хорошая и все города будут по прикладу Ирпеня отримать эти повноважения. Нам на месте, мучая свою структуру, например, при скаргах, при звернениях гражданах, что происходит незаконное будильничество, что происходит на соответствии государственных будильных норм, не будет сложности, чтобы наши местные инспекторы выехали на место и перевели соответствующие то же или иначе будильничества до государственных будильных норм. Гагский трибунал, оправдал лидера сербской радикальной партии Войслова Шешеля. Его обвиняли сразу в нескольких военных преступлениях. Это и преступления против человечности на территории Балкан в 1991-1993 годах и преследования по политическим, расовым и религиозным мотивам депортации и насильственном переселении. Но вот судьи не нашли доказательств его вины ни по одному пункту. Во время оглашения приговора Шешеля в зале суда не было. Решение трибунала уже резко раскритиковали в Хорватии и Боснии и Герцеговине, назвав его позорным. В 2003 году Шешель добровольно сдался ГААКССКому суду, но полтора года назад его временно освободили по состоянию здоровья. После стольких испытаний, когда невинным сербам выносили суровые приговоры, есть два благородных и честных судьи, которые продемонстрировали свой профессионализм и честь в условиях политического давления и вынесли единственное возможное решение. Теперь я жду компенсации. Значительную часть денег передам своей партии как благотворительность. Ремонт частного дома за счет государства не прошел. Президенту ЮАР Зуми придется вернуть 20 миллионов долларов. Подробнее об этой истории и другие новости дня посмотрите в нашем обзоре. Вернуть деньги народу президенту Южноафриканской республики придется отдать заработанное непосильным трудом. Верховный суд страны постановил, что тратить средства из бюджета на ремонт частного дома неконституционно. Якоб Зума решил модернизировать свою загородную резиденцию. Достроил амфитеатр и бассейн. На работы потратил 20 миллионов долларов из госказны. Теперь эти деньги придется вернуть. В Канаде пожертвования для беженцев спустили в казино. 380 тысяч долларов должны были пойти на помощь христианским выходцам из Ирака. Расстратчиком оказался священник, который сами собирал благотворительные взносы. Отец Сака признался всадеянным. Пока обвинения ему не выдвигали, для начала отправили лечиться от игровой зависимости. В Южной Корее взбунтовались секс-работницы за помощью намерены обратиться в ООН. В консервативной конфуцианской стране проституция запрещена. Но долгое время власть закрывала глаза на публичные дома. Теперь же по закону секс за деньги караются годом тюрьмы и штрафом в 2,5 тысячи долларов. Причем наказывают и проститутку, и ее клиента. Жрица любви надеется, что ООН поможет убедить южно-корейские власти легализировать проституцию. Наша служба и опасна, и трудна. Австралийская журналистка впала в истерику за минуту до прямого включения. От неожиданности ей на плечо приземлился попугай. Такая реакция развеселила коллег. Они не спешили помочь избавиться от птицы. В итоге оказалось, что попугай два дня назад улетел из дому, но благодаря тому, что попал на телевидение, пернатого вернули хозяйки. Цирк уехал, а слон остался. На белорусско-украинской границе потерялся венгерский цирковой слон. Животное перевозили в грузовике. Всю дорогу элефант брыкался и в результате сумел вырваться на свободу. Водитель останавливать его не решился. Пограничники не сразу стали искать гигантского слона. Сначала проверили, трезвый ли водитель. А беглец, скорее всего, до сих пор разгуливает где-то в украинских лесах. Игры айтишников, компьютерные гении из немецкого университета шпилили в Тетрис и Змейку прямо на фасаде своей «Альма-Матер». 14-этажное здание стало полотном для масштабного светового представления. Любимые с детства игры продемонстрировали с помощью тысяч светодиодных лампочек в окнах. Красочное шоу готовили почти год. Ну вот вы и узнали и самые главные, и самые интересные новости этого дня. Это были подробности. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин